За миллион восемьсот должен так опускаться, чтобы яйца дрожали Ну, как бы это, ну, я понял Кармашки спиздили, подлокотник спиздили, подголовники спиздили Какая машина, если я закрою вот так вот Вот что напоминает вообще? Напоминает Ягу Это что такое? Ягуар? Ну Ну да, есть, есть немного Он немножко решетка такая красиво сделанная, но немного Ягу напоминает Вот эти глаза, решетка Глаза однозначно, да И вот эти, ну, однозначно, это вот напоминает Ягу Про нижний бампер я промолчу Но он вам нравится или нет? Это, получается, у нас же это китайец Хавал, да? Новая модель, которая самая новая Я понял вас Да, в принципе, неплохой аппарат Миллион восемьсот Максималка А по движку, по подвеске, что, по чему? Получается, здесь двигатель 2 литра Так 190 лошадей, турбо Так, ага А коробка робот Китайский То есть можно ручкой, можно автоматизировать Ну, есть лепестки, да, все дела То есть, неплохо В принципе, аппарат неплохой, на нем я не ездил А на чем ездили? Давайте для сравнения, чтобы понимание было А ну, в дальнейшем, сейчас, подождите, я посмотрю Не-не-не, сейчас, да, это, на чем ездили? Чтобы, ну, просто, как бы, ну, зритель понял Вообще, на чем он рассуждает? Ну, ездил на седьмом, на X5, на X6, на X7 Нормально, можно рассуждать Поехали дальше Мне вот не очень Как-то вот здесь можно было бы еще поработать Ну, скачано откуда-то Но, в принципе, доработка нужна А в чем доработка нужна? Белого цвета, белого цвета очень много Хотелось бы фары чуть побольше Вот именно вот этих вот зализываний Вот этих вот зализываний чуть побольше Потому что жопа здоровая стала А фары пиздышные Ой, заматан, извинись Нормально Вот, ну, чуть маленький, короче Но, в принципе, да И немножко Приподнять пластик вверху Потому что некоторые люди-то в деревню ездят Здесь бы хотелось сделать немножко другое В Санкт-Петербурге все ездят в деревню Все катаются, как бы, ну, по своим, ну, дачам Это очень низко для Санкт-Петербурга Я не думаю, я знаю Это не только для Санкт-Петербурга Ну, здесь поребрик-то ниже Вот сейчас просто обратите внимание Ну, давайте снимем и посмотрим Вот, посмотрите Вот он поребрик Вот он поребрик А вот он низ клиренса Понимаете? Низковато Ну, это мое пожелание, как бы Ну, не то, что мое пожелание А хотелось бы немного, чуть повыше Ну, хотя бы, чтобы находился бы он вот так вот 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 Что касаемо труб Ты что хотел мне сказать? Обманка стоит Покажи, покажи, покажи Ну, вот, опять нас на это валили А труба-то вот там вот Да вон она справа Она-то справа Опять обманки сделали Почему нельзя было сделать бы как бы, ну, по понтовите По идее, правильно? Красиво под что выводится? Красивые места Красивые места Чтобы сделать красивые места Надо сделать и выхлоп красивый, правильно? Но если выхлоп здесь красивый сделан А выхлоп находится, где ты говоришь? А выхлоп находится вот там вот А выхлоп находится вон там Хрен знает где Это уже минус 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 сразу хавала Сразу минус А вы этот взяли, короче, его на этот Ну, как бы это, ну Я понял Снимем дальше багажник Ну, в принципе, багажник посмотрим В принципе, покрашенном вроде неплохо Вроде есть пыльники А вот на пыльнике, смотрите На пыльнике Где бать-то? Батье А вот на пыльнике уже какой-то микроб собрался Снимите, пожалуйста А это, Геннадий, это от вашей питерской сырости Вот, смотрите Вот, смотрите Вот видите, то, что снялся уже какой-то Здесь уже, ну А вот смотрите, вот у вас какой рост? У меня метр восемьдесят восемь Метр восемь Вот смотрите Здесь вот я, да А вы? А я бьюсь, да Вот, это уже некомфортно для мужика Для баскебидуалиста Для волейболиста Это уже некомфортно, смотрите Вот видите Да нет Я специально показываю Нам еще передок надо осматривать Мы еще посмотрим Я специально вам показываю то, что смотрите Если будет спортсмен Ибан, то есть баскетболист Либо выеболист Он никогда некомфортно будет ему подходить к багажнику Выеболист или волейболист? Волейболом кто занимается Все правильно Вот То есть ему некомфортно будет подходить к своему багажнику Например, он подходит, представляете Да, вот, например Сходил в торговый центр, например Пришел, пакет и поднес Поднес и чик, и уперся, короче Некомфортно То есть надо, чтобы багажник открывался сантиметров на 15 больше вверх Я правильно басарю? Все так правильно и есть Ну, давайте посмотрим дальше в багажнике Давайте поближе Будьте добры, пожалуйста Посмотрим в багажнике Что? Подсветка есть, да Одна горит, а другая не горит Почему? Ну, видимо, значит Такая здесь не должно гореть Здесь, смотрите, что у нас есть О! Ну, а почему подсветки нет в багажнике? Вот она только с одной стороны, видимо Вы внимательно снимайте Это как бы это, ну За миллион восемьсот купить Такую машину, где там, ну, только я не знаю Подсветка с одной стороны, где подсвечивают И говорят Ты что, брат, семечко купил? Он не купил Получается, что это, ну, семечко я только купил Ну, не видно Ну, не видно, да Это, ну, с одной стороны хорошо С другой стороны, ладно Ну, это здесь Высоко Ну, в принципе, для моего роста хорошо А для твоего? А если тетенька? Мы разбираем такую ситуацию Вот, брат косанусь У меня рост метр восемьдесят восемь А у тебя, брат Метр шестьдесят девять Метр шестьдесят девять Давайте рассмотрим Такую ситуацию То, что, например С двух сторон С двух сторон, да Вот я подхожу, мне удобно А тебе, брат, удобно будет? А мне нужно будет подтягиваться Вот А ему надо напрячь, короче, свои мышцы, короче И подкинуть И подкинуть А мне надо, во-первых, головой удариться А потом еще это И подкинуть Нет, я положу нормально Подкинуть Подкидывать мне не надо, короче Хорошо Ну, что, мне кажется, застряли внимание на всем этой теме Да Вообще, проем как? Нам будет хватать или нет? Маленький Маленький, да? Ну, смотри Ну Смотри Фара, да? Ну, это Габарит задний, да? И И еще Сантиметров Двенадцать Тринадцать Получается Вот этот Проем Здесь получается Двенадцать Тринадцать Проем Правильно? Ну Верх Мне кажется, вот еще Верх бы добавить Здесь получаю Как яйцо Согласен Овальное Вот это яйцо овальное Оно Ну Кому-то может понравиться Может быть Тем людям, которые выращивают курей Ну Яйца Привык К яйцам Точно Точно Вот А ну Это не понравится нам Вот мы Ну Ну Батюшка Ну Здесь получается Овал Такое Яйцо Ну Это Ну Некрасиво Это Ну Я тебе так скажу Это Ниндрасик Если Китайцы Вы снимаете Да? Я вам Передаю Короче Китайцы Я вам Передаю Короче Привет И Вот Я вам Так скажу Китайцы Извините Пожалуйста Я не хочу Ругаться С вами Ничего Я Это В Туле Делают Наши Я понимаю Ну Китайцы Хавал Сделали Вот Я хочу Вам Сказать Одно То что Китайцы Русские Не такие Люди Русские Знаете Надо Поехать Так Это Блядь С друзьями Поехать Так На рыбалку Правильно Брат Вот Вот О чем Я Хотел Вам Я предлагаю Перейти В салон Пойдем Ну Вот Сидим С вами За Хавал Седьмой Да Вроде Вроде Ну Седьмой Да Не Называй Ф7 Ф7 А то у нас там есть 6,2,9 Валерий Иванович Сидим Вот Ну Вроде Хавал Вроде Там Седьмой Там Это Ну Вроде Там Вроде Нормальный Аппарат Но В чем Что Не нравится Рост У меня Метра Восемьдесят Восемь Метра Девяносто Короче Примерно Так И Ну И телосложение Мое Я вешу Где-то Порядка Наверное Сто Пятнадцать Сто Сто Восемнадцать Килограмм Мне кажется Надо просто Сделать Руль Рулевую Рейку Чуть Чуть Опустить Чуть Пониже И Руль Этот Шток Вывести Чуть Чуть Пониже Чтоб Когда Я Даже С Моим Ростом Метр Девяносто Или Метра Восемьдесят Восемь Находился За рулем Этого Ховала Чтоб Я Видел Например Чтоб У меня Не Низ Я Видел Вот У меня Получается Вот Прибор А я Вижу Вот Он Понимаешь А я Видел Чуть Пониже Да Но Сделать Так Пониже Чтобы И Мне Руль Не мешал Коленям То Что Мне Не Понравилось Это Выбирать Кондиционер Допустим Где Он Выключается Здесь А допустим Режим Если Кондиционера Зажигание Ключить Вот Режим Кондиционера Вот Видишь Вот Нужно Здесь Выбирать То Ну Да Это Намного Напрягает Это Очень Очень Сильно Напрягает Знаешь Что Мне Здесь Не Понравилось Еще Подожди До Конца Договорю Максимальной Комплектации Смотри Ктей Сидушки Жопу Не Вентилирует Максимальная Комплектация А Вентиляции Нет Вот Видите У меня У братки Вчера Даже Жопу Не Вентилировал Так Что Давайте Это Вы Учтите Это Видеорепортаж Это Потому Что Ну Это За Миллион Восемьсот Я думаю Там Не Только Жопу Должно Вентилировать Там Должно Мне Кажется Сто Пудово Ну Ну что Багажник Ну вроде Он Опускается Потихонечку Но Он За Миллион Восемьсот Должен Так Опускаться Короче Чтоб Это Ясь Дрожали Смотрите Он Опускается А он Должен Опускаться Прям Потихонечку Потихонечку Эрголифт Там Или Как То Называется Он Должен Так Опускаться Короче А он Здесь Опускается Смотрите Как Опа Это Как будто Наша Короче Лада Веста Короче А И Все Вынь да Полож Нахер Ну ладно На этом Мы Тему Закрыли Подожди Я тебе Смотри Еще Покажу Вот Смотри Здесь Есть Тоннель Видал А самое Прикольное Что В этом Тоннеле Есть USB Порт И Чтобы Заряжать Телефон Нужно Смотри Что Делать Письку Достать Оттуда И положить Сюда Телефон Это Реально Неудобно Но Мы Вчера Не то Что Намучились Но Это Вообще Капец Я Пой Минус Еще Один Я Пой Продолжаем Дальше Давай Мы По поводу Багажника Закрыли Разговор Дальше Продолжаем По поводу Вот этих Воздуханов Ну Воздуханы Это Китай Спора Нет Китай Китаю Родин Но Смотрите Это Китай Это Аналог Наш Российские Автомашины Типа Весты Наши Четверки Приоры Объясню Почему Смотрите У них Как движутся Вот эти Вот Плавности Полгода Полгода И она будет От ветра И она не будет Просто Не будет Работать Она будет Закрываться От потока Воздуха Скорее Сего Да Братка Ты правильно Говоришь Короче Вот На этом Тему Мы Закрыли Короче Что Сказать За руль Да За руль Они сделали Да Спора Нет Короче Они сделали Хороший Руль В кожаной Оплетке Но Они Зачем Мы Это Сделали Мы Что Сидим На Формуле Один Что Думаешь Это Не Очень Средство Скос На Тачку Сейчас Делают Сейчас Это Модно Братан Мы С С С Зачем Мы На Зачем Заставить Внимание Не Не Будем Да Уступим Короче Этим Ховал Короче Китайцам Уступим Да Пускай Они Думают Они Просто Объясню Почему Для чего Они Сделали Такой Дизайн Вот Там У них Есть Руль И Они Посмотрели На Других О Там Японцы Там Там Американцы Там Или Там Немцы О Есть Сред У них Такое По Этому Ну По Рулю Но Это Не факт Показатели Того То Что Это Красиво Или На Что Это Влияет Мне Нравится Ну Тебе Нравится В принципе На Вкус Свет Бреть Или Нет Я Промолчу Тогда Ну На Вкус Свет Товарищей Нет Ну С тобой Вискали Два Разных Мнения Ты Со Стороны 190 Сантиметров А я Со Стороны 169 Договорились Да Вот Правильно Ты Говоришь Вот Ну Посмотрели В принципе Это Все Нет То Что Касаемо Двери Ну В принципе Сидя За рулем Управляя Машиной Например Смотря Зеркала Мне Не нравится Стойка И зеркала Знаешь Обзорности Вообще Нет Никакой Ну Ты Сейчас Не поймешь Что Надо Ехать Ну Да Это Ну Я Не могу Про Соки Ничего Сказать Но В принципе Ну В принципе Стойки В принципе Неплохие Может быть Чуть Большеватые Но Ну Либо Их Приподнять Надо Немного Скоро Сам Вот Здесь Хотелось Сантиметров На 5 Увеличить Обзор А так В принципе Нормально По дверям По дверям Вот Я сижу У меня Я не знаю По плечам У меня Какой Разбег Но Руля В принципе Нормально Но хотелось Бы Сантиметра На 3 Побольше Ну Как обычно Новый автомобиль Это Ну Есть Есть Некоторые Эмоции Сейчас Я могу Сказать Все плюсы И минусы F7 Вот Основной вопрос Был по расходу топлива Мой расход Вот в незнакомом городе В режиме Старт-стоп Тапка в пол При включенном кондиционере У меня получилось 14 литров 14 литров Бензина На сотку По трассе Около 12 литров В режиме Там 150-170 км в час Что По мотору Движка Все таки Мне не хватает Для моего режима Движения Мне не хватает Особенно Когда ты В начале Трогаешься Потом Уже Подключается Турбина И Становится Мотору Полегче Коробка Немножечко Все таки Задумывается По началу По нюансам По салону Есть минусы Есть плюсы Допустим Максимальная комплектация Но почему-то Регулировка руля Механическая Почему-то нет Перфорации сидений Вентиляции сидений Почему-то этого нет Почему-то нет Электропривода задней двери В целом Салон неплох Я катался 3 дня Я совершенно не устал Вот эти приколы С выходом USB Который находится Один выход Находится возле зеркала Заднего вида Другой выход Находится где-то там В тоннеле Очень неудобно Причем не там Не там Но сделали бы они его Здесь где-то посередине Затем Дисплей Регулировка радио Регулировка кондиционера Допустим Радио Когда ты делаешь Погромче Либо потише Вот эта вот Эта полоска Она просто перекрывает Каналы радио То есть ты ждешь Когда эта полоска уйдет Потом ты начинаешь Переключать каналы Не совсем удобно Не продуманно Допустим Кондиционер Нужно зайти в приложение Нужно в этом приложении Выбрать направление ветра И так далее Тоже не совсем удобно Это все долго Причем кондиционер Ты здесь можешь Выключить кнопкой А вот включить допустим Ты только Так же кнопку включаешь Но допустим Режимы ты выбираешь Уже на табло Если сейчас Допустим Мне задут вопрос Стоит ли покупать Эту машину Я отвечу так Друзья Стоит хотя бы Пройти тест драйв Надеюсь Мой обзор был вам полезен С вами был Евгений Филоненко Всем удачи Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok